В этом уроке Дэн Рассел рассказывает о последовательности слов в запросе. Каждое слово имеет значение. Порядок ввода слов тоже имеет значение. Заглавные буквы не имеют значения. Знаки припиняния часто не имеют значения. Правописание имеет значение, но Google исправляет ошибки. Предыдущий урок был посвящен тому, какие слова использовать в запросе. Этот урок сосредоточен на способе ввода этих слов и как это влияет на полученные результаты. Для начала рассматриваем пример со словом WHO. Показывается разница. Если запрашивается, вводится слово WHO по-английски. Кто? Который? Это же аббревиатура для названия Всемирной Организации Здравоохранения. И это же название популярной рок-группы. Если вы вводите перед словом WHO неопределенный артикль Э, то результаты приводят вас к базе данных интернет-кино в отношении Хортона. Сначала появляется Хортон, затем несколько результатов сосредоточивается на книге доктора Сьюз и кино с таким названием. Обратите внимание, что даже такое маленькое слово из одной буквы может сделать значительные изменения в результатах. Рассмотрим запрос WHO с определенным артиклем. В результатах выдачи появляется информация о рок-группе. вы все рядом. Вы опять видите, что одно слово значительно изменяет результаты поиска. Поговорим о том, как порядок слов влияет на результаты. Порядок или последовательность ввода слов в запросе. Для примера сравниваются два запроса, голубое небо, blue sky, и небесно-голубой, sky blue. Сначала вы для небесно-голубого получаете информацию в отношении различных предприятий, команд, и затем уже про любые вещи, в названии которых имеется это словосочетание. Пример наглядно показывает, как последователь слов меняет результаты выдачи. Далее приводится пример того, что заглавные буквы в запросе не имеют значения. Что бы вы ни вводили, результаты будут одинаковые. Для примера рассматривается Red Delicious с маленькой буквы, с большой, затем с различными вариантами, результат один. Google не видит разницы между верхним и нижним регистром в ваших поисковых запросах. Знаки препинания также не имеют значения. Google не видит многие специальных символов, например, параграф, знак торговой марки и так далее. В запросах их можно не вводить. Это вообще не может быть обнаружено в Google. Например, здесь у нас есть символ секционный, символ параграфный, символ йен, символ паун, символ евро, и так далее. Вы можете найти струн, как «копи-райт-символ 2015», но вы вообще не можете. Поэтому важно понять, что работает и что не работает. И search for these kinds of special characters will not work. Тем не менее, есть несколько символов, которые имеют большое значение. Это знак «плюс», «минус», знак «фунта» или номер диез. «проценты», знак «доллара» и так далее. Просто агроб hasta «кн Ned» являетсяούμε лечебой domest own теперь пункту марш для визуковую системуNE. Показано даст Таким образом бывает И в заключение остановимся на вопросах орфографии. Для примера рассматривается неправильное написание имени Бритни Спирс. Google автоматически исправляет эти опечатки и выдает правильные результаты. Алгоритм коррекции орфографии у Google очень хороший и часто поможет вам. Таковы же выводы из этого урока. Google игнорирует большинство специальных символов, но ищет некоторые из них. Порядок ввода слов в запросе имеет большое значение. Заглавные буквы не имеют значения. Знаки припинания в основном игнорируются. И Google проверяет орфографию и исправляет опечатки. Далее попробуйте применить полученные знания на собственных примерах, чтобы закрепить эти навыки. Академия Академия